По сравнению с поступком, гадким, пакостным и мерзким, разве может быть прекрасней что-нибудь на белом свете? Сделанный холодным утром, в ноябре дождливым, тусклым, он взбодрит похлеще ронда, освежит туманный мозг. Нет, конечно, вы прекрасный, исполняющий законы, за рулем не пьющий даже петербургский гражданин. В школе никогда соседям не подкладывали кнопки. Всегда Пушкина учили, пионер он всем пример. Только вы свою бабулю подлечите этой сказкой, потому что вам не верю. В детстве все хулиганье. Вспомните, как целлулойдный белый шарик от пинг-понга заворачивался плотно в белый от тетрадки лист. А потом он поджигался и ногой скорее тушился и закидывался в тубзик, получался мерзкий дым. Называлось это дело дымовушкой, точно помню. Вместо шарика расческа. Иногда еще бралась. Или выдолбить в асфальте маленькое углубление и насыпать в него серу. Серо-славный материал. Она есть на каждой спичке. Ее только нужно счистить. Или вы решили, будто я про уши говорю. Сверху болт воткнуть. Потолще кирпичом по нему стукнуть. И тогда по всей округе разнесется громкий бум. Если вам подобных актов не случалось свершать в школе, значит, ваше детство тухло. Это детство рафинад. Вас воспитывали строго, долго пастеризовали, чтобы, не дай бог, не вырос вдруг в семье мальчиш-плохиш. Но ведь никогда не поздно начинать с тоской бороться, чтобы удивить изрядно подопечных и коллег. Пусть улыбка вдруг возникнет на их менеджерских лицах. Пусть начальник добродушно вашим шалостям кивнет. Ну а если он закажет вас вдруг киллеру какому, значит, ваша мега-шутка стопудово удалась. Будете, по крайней мере, знать, что вы кустарный гений и что в вашей жизни серой был один счастливый миг. Так что поскорее отправьте женщин, жен или любовниц, свои ногти мазать лаком, дабы к делу приступить. Мы орешек знаний твердых без труда кувалдой вскроем и узнаем алгоритм совершения чудес. Пакость номер один. Нужно взять пустую банку из-под кофе или чая. У детей взять в долг гуаши или красок акварель. Ядовитые оттенки предпочтительнее будут, дабы результаты бума были видно за версту. А затем у тетки добрый, что мороженым торгует, изначально извинившись, взять кусок сухого льда. И пока он не растаял, с ним бежим домой скорее. Только он колючка кактус. Лучше в тряпку завернуть. А не то он вас ошпарит, словно свежая крапива. Как наждачная бумага, как опасный кипяток. Наливаем в банку краску, туда льда кусок кидаем. Закрываем банку крышкой и бежим к соседу с ней. Так как лед охладит краску, в банке вспыхнет разрежение. Крышка медленно, но верно, начнет втягиваться внутрь. Точно грудь в глубоком вдохе. И не выдержав давление, банка лопнет, словно шарик тот, что был у пятачка. Выплеснется все наружу, если рядом будет кто-то. Этот кто-то пожалеет, что поблизости стоял. Для начала тренируйтесь на зубастых наглых крысах. Эти твари, безусловно, серые, как наша жизнь. А затем вперед на танки, сделаем поярче будни нашей красящейся бомбы, безобидной, как комар. Пакость номер два. Прямиком идем в аптеку. В ней мы йод приобретаем на шатырь, которым травят тех, кто в обморок упал. Дома ищем тароформу, коей послужить могла бы банка, та, что описал я в пункте пакость номер ван. Смешиваем компоненты четко равными частями, то есть пропорционально, то есть так, один-один. Нос, зажав большой прищепкой, чтобы на шатырь не дюхать. Мы полученную жидкость закрываем крышкой. Эх! Она в теплом, темном месте. Три-четыре дня доходит, словно брага. Только с брагой я, пожалуй, зря сравнил. А после чего мы видим кристаллический осадок. Черный, как крыло воронья, и опасный, словно смерч. Аккуратно выливаем содержимое из банки на поднос или тарелку молча. Терпеливо ждем. Пока жидкость испарится, а оставшийся осадок, заворачиваем в тряпку, но старайтесь не трясти. Получившуюся массу можно хоть об стенку кинуть, и тогда она взорвется только. Вот вам мой совет. Коль по бизнесу партнеры вас прокинули, как лоха, подложите им под коврик. Этот чудо-концентрат. И тогда вы насладитесь их испугом и изменой, когда под ногами бухнет и польется синий дым. Пакость номер три. Цифровое фото ныне повсеместно. В ярком мире вам проявят вашу пленку мигом хоть за пять минут. Но любой художник знает про фиксаж, который раньше был довольно важной частью в жизни фотомастеров. Ну а ныне его можно применять для важных целей, о которых чуть подробнее вам расскажет перец. Вот. Если несколько таблеток вещества гидроперита, он в аптеке продается в пачке и по десять штук. Аккуратно мы смешаем с фиксажом и кинем в банку, то тогда помимо бума получить, возможно, шик. Это можно сделать дома, на работе, в магазине, или у врача зубновая, или много где еще. Чтобы люди встрепенулись от проблемы геморрофия, сказали вам спасибо за веселый детский акт. Пакость номер четыре. Много бомбочек зловредных можно в жизни приготовить, но на них ведь, согласитесь, не сошелся клином свет. Например, возьмите пробку от шампанского и срежьте тонкий белый слой пластмассы с ее внешнего конца. На другой конец наденьте то, что звали мы напальчник. Впрочем, я презервативом его тупо заменял. Замотайте изолентой, засыпьте черноплодки и пуляйте на здоровье по мишеням и авто. Заключение посткриптум. Перец вынужден добавить. Дабы вдруг не окрестили его словом террорист. Можно сколотить скворечник, аппликации Гербари. Выжигание по древу – это право, хорошо. Только удовлетворение получить вам будет сложно о таких благих, но скучных, очень-очень скучных дел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова